У нас в гостях замечательный человек, да? Очень замечательный служитель, евангелист. Долгое время он служил в Китае. Сам он из Казахстана. Айбек Жура. Мы поприветствуем его. Давайте пригласим его. Он больше может рассказать нам. Ну, не знаю, что он будет рассказывать. Мы доверяем Духу Святому. Слава нашему Господу, драгоценные братья и сестры. Сегодня особенный день. Знаете почему? Потому что ты здесь. Иисус не приходит в пустое место. Кто сегодня первый пришел на это собрание? Конечно, он. И он ждал, да? Ждал нас. Я вашего пастора второй раз вижу. И он такой дерзновенный и простой. И он увидел только первый раз и второй раз приглашает к себе. Это какое доверие, да? Это неспроста незнакомому человеку дать микрофон. Потому что эта церковь называется Святого Духа. А Святой Дух не поотведет. Вы носители Духа Святого. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. О, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там рабство. Чуть не сказали, а, 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 нет, 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 да? Кто нуждается в свободе? Все, да? Давайте тогда мы найдем адрес свободы. Где находится эта свобода? Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Где свобода находится? Там, где Дух Господень. Знаешь, свобода там где? Дух Господень. А где Дух Господень? Если Дух Господень в нас, если Дух Господень в тебе, значит, ты свободный? Почему тогда хотите свободу? Раз Дух Господень уже в нас. Аллилуйя. Поздравьте друг друга. Ты свободный. Не от того, что ты хороший или плохой, а от того, что в тебе живет Дух Господень. Аминь. Мы свободны не для того, чтобы свободно грешить. Мы свободны для того, чтобы свободно поклоняться живому истинному Богу. Здесь мощное присутствие. Зачем вы меня пригласили, не понимаю. Когда присутствие приходит, когда слава Божия проявляется, всякое служение прекращается. Цель нашего служения – передать славу Божию. А когда слава Божия переходит, нам нужно отдыхать в присутствии Божьем. Покой и слава Твоя. Аллилуйя. Аллилуйя. Священники не смогли войти в Дом Господень. и стоять по причине славы Божией. Когда слава Божия в виде густое облако приходит, вот такая прекрасная улыбка появляется. Печаль уходит. Сегодня кто-то должен попрощаться со своей печалью. Если так привыкли, ладно, обнимите последний раз и поцелуйте. Потому что больше не вернется эта печаль. Потому что там, где есть Дух Господень, там свобода. Где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Это стих долго будет звучать в вашем Духе. Аминь. Вот тут шафар не хватает, пастор. Вам надо переоблесить шафар. Ух! Когда мы первый раз встретились с пастором, и он дал, когда следующий раз придешь, дай знать мне. Я вчера отправил смс, и он сразу пригласил. И вот это собрание перенесли на два часа. Это значит, вы послушны Духу Святому. Что вы не держитесь какой-то вот этой рамки. Дух Святой свободно двигается. Мы не знаем, откуда ветер, откуда он приходит и куда уходит. Но мы знаем, что он есть. Хорошо тогда, до свидания. Не будем говорить это слово пока что. С вами весело. Просто вот чувствую себя как у себя дома. Хорошо тогда вот атмосфера создается такое, да? Это не просто создать такую атмосферу. А у вас получился. Получается. Получится. Это не у вас? Без вас вообще зачем ему создавать атмосферу, да? Ему и так хорошо, комфортно. Без нашей атмосферы. Но с нами лучше. Он человеколюбивый. он не любит одиночество. Наш Бог есть Бог общения. Бог взаимоотношения. Он очень любит общаться. И когда он создал нас, он создал для общения с собой. И потом друг с другом чтобы мы общались. Есть разного вида общения, да? Раньше было пионерское общение, комсомольское общение, октябрьское общение. Разный вид общения. Разный вид круг общения. Но есть единственное общение, которое Богу нравится. Какое общение Бог говорит, это мое общение. может и глазки закрыть. Спасибо, может открыть. Воду попил. Когда смотрит на меня, я не могу пить воду. Первое послание Иоанна, первая глава, первого по четвертой стихе. первое послание Иоанна, первая глава, первого по четвертой стихе. Если кто нашел, если кто видит, а, здесь тоже. Классно. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы слышали, 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 что мы слышали, запомните, пожалуйста, что видели, 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 слышали, видели, твоими очами, что рассматривали, рассматривали, и что осизали руки наши о слова жизни. Ибо жизнь явилась. О, халлилуйя! Жизнь явилась. Не смерть, а жизнь явилась. И мы видели, оказывается, можно, да, жизнь увидеть. И мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Совершенная радость. Аминь. Как узнать, какое общение, надлежащее общение, если в каком-то общении появляется совершенная радость, это значит нормальное общение, божественное общение, небесное общение, общение в духе. Иногда бывает такое общение, после таких общений ты выходишь из этого общения как пельмень. Такой вот, вот такой. А иногда бывает из таких общений ты выходишь как орел. Прямо хочется взлетать, украшать небо. Есть такие общения, после общения ты превращаешься на курицу или на петуха или на черепаху. Надлежащее общение производит совершенную радость. Аминь. А что сделать так, чтобы у нас была совершенная радость? Надо общаться с правильными людьми, в правильное время, на правильном месте. Апостолы говорят так. Апостолы предлагают нам, они призывают нас. Третий стих. Они говорят о том, о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы, и имели общение с нами. И вот, они призывают нас общаться с ними, и вот мы подошли этим апостолам общаться, и потом они так плавно стрелку направляют туда, вверх. Приходите с нами общаться. И вот мы пришли радостно общаться, потом они конкретные указания дают. А знаете, наше общение, наше общение с отцом и сыном его Иисусом Христом. Тут есть отец, тут есть сын. И у меня вопрос появился, а где Дух Святой-то? Потом узнал. Дух Святой во мне. Дух Святой в тебе. Поэтому посредством Духа Святого мы имеем право общаться с отцом и сыном. И тогда у нас производится совершенная радость. Кто из вас радовался тогда, когда кто-то возвещал вам о своем прошлом, о прошлых делах? Кто радостно наполнялся Духом радость, когда кто-то напоминал твое прошлое Вот это общение всегда связано с будущим. Они говорят о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. То есть любое духовное нормальное общение дает нам надежду на будущее. Мы начинаем видеть будущее, мы начинаем слышать будущее, и мы начинаем чувствовать это будущее на сейчас и хочется так поделиться. Аминь. И мы с утра до вечера говорим. Хорошо, что мы говорим, язык есть. О чем мы говорим с утра до вечера? Кому мы говорим? Какие слова мы говорим? И каким тоном мы говорим? это много чего значит. Израильтяне вышли из Египта, вот они пустыня находятся, но они должны были идти в Ханан. Вот наша жизнь состоит из трех частей до прошлое. Сами сказали прошлое настоящее будущее. Вот мы сейчас в настоящем времени. Вот настоящее время сейчас мы о чем говорим? Часто слышим, часто люди говорят о прошлом. Как издать они говорили о Египте, рабстве. там было хорошо, хоть рыбка была с чесночком, слюны текут, желудок там звук издают. Но они сейчас перенесли своим звуком свое прошлое на сейчас и переживали свое прошлое на сейчас, потом это прошлое, которое переживали на сейчас, убил их пустыня. Только Иисус Найвен Халев и 20 лет меньше, они на сейчас, сейчас они говорили о будущем Ханане. Когда они вот это народ переживали рыбу с чесночком представляли, а Иисус Найвен Халев сейчас представлял виноград из Ханана. Они просто вкушали, они говорят, такой большой виноград два человека только несет на плечи. И они наслаждались, они вкушали, они видели свое будущее, слышали свое будущее и об этом возвышали, говорили. Поэтому они наполнялись радостью. А народ говорит, там великаны живут, они говорят, перед глазами мы саранча, как саранча. Вот видите, они это великане не сказали эти слова, великане не говорили, вы саранча перед нашими глазами, мы будем кушать. Нет, они сами своим языком говорили, перед их глазами вот этот народ начали видеть себя глазами врага и так унизили перед врагом и говорит, умрем. А Иисус на инхалев, они видели своих врагов, великанов, глазами Бога, глазами небес и говорят, они будут пищей для нас. Кто будет кушать? Да? Поэтому наш язык очень много чего делает. Там в псалмах написано, враги говорят, мы со своими устами переселим что-то плохое. Вот наш язык способен переселить прошлое на сейчас или будущее на сейчас. Кем ты живешь, чем ты живешь, это нам надо решать. Вы видели, вот когда ребенок рождается, пуповину отрезает, да? Вы видели, человек до сих пор живет с этой пуповиной, тащит и этой пуповиной живет. Это невозможно же, правильно? Но к сожалению, многие верующие живут с прошлой пуповиной. Такой большой, вонючий, да? Они тащат это и думают, вчера такая была жизнь, весь лет такая жизнь, сейчас то же самое. И путается на это свою пуповину, потом эта пуповина бросает на будущее и идет туда. пуповина вчера тоже был так, сегодня тоже самое, завтра тоже будет такое. И кто-то нужен отрезать эту пуповину, сегодня кто-то потеряет свою пуповину, поэтому по-хорошему попрощайтесь, обнимите, да. на кресте Иисус уже совершил это дело, Он уже произвел это отрезание, поэтому вы не имеете права жить с этой пуповиной, достаточно, что мы жили 9 месяцев в утробе матери, это было полезно тогда, но эта пуповина не полезна, другой момент, да, Слава Господу, мощная слава, это мощная хвала, просто можно просто наслаждаться в этой атмосфере, в этой присутствии. Не знаю вам как, мне сильно понравилось, вам тоже? кто из вас молился за прорыв в своей жизни? Господи, дай мне прорыв духовно, душевно, материально, в семье или на работе. извините, прорыв просто так не будет. Нигде не написано, чтобы мы просили прорыв, но написано, чтобы мы принесли что-то, которое сокрыто обетом. давайте об этом и поговорим. Да? Господь, мы благодарим за сегодняшний день, за это слово. Дух Святой, будь нашим учителем и говори нам слово, пошли твой свет истинный твой. Мы хотим еще глубже познать тебя. Мы хотим встретиться через твое слово с тобой. Прославь свое слово, прославь свое имя и возвелись свою милость над этим местом. Аминь. Можем открыть Евангелие от Матфея 1 главу 2 3 стих. Матфея 1 глава 2 3 стих. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Истрома, Истром родил Арама. Аминь. Открыли не получили? Это же слово Божие. Кто любил, читает это Евангелие от Матфея, особенно первую главу. И раньше не любил. Потому что тут же родословие, Кто-то кого-то рожает, рождает. И когда ты смотришь на это, как будто ты находишься в роддоме. Вы знаете, когда Дух Святой освещает, как бы с фонариком освещает, и направляет на какой-то стих, и потом вот это слово, эта буква оживляется. Вы видели вот это слово Божие, буквы? Ходящие буквы, вы видели? Ходящие в буквальном смысле. И точно будете переживать. У нас была одна сестра, и она заболела раком печени. И она пришла из больницы, чтобы мы помолились. И мы помолились за нее за исцеление. Она пошла обратно в больницу, и читала Слово Божие, и вдруг уснула. И сон снился. И во сне вот эта буква, которая написана черно-белым, да? Или белый-черный? Черно-белым, да? Черными-белыми, да? Вот эта буква она видела, и вдруг из Библии вот эта буква начала выходить. У этой буквы появляется рука, нога. Эта буква начала ходить. ходить. Представляете? Ходящие буквы. Эта буква прямо пошел этой сестре и вошел вовнутрь. И она получила исцеление от этого рака печени. Слово Божие живое. Слово Божие живое и действие. То есть действующее Слово. Если мы позволим Слову Божьему, да? Он будет ходить по нашим телам. исцеляя обновляя оживляя Слово Божие всегда приносит жизнь. Аминь. И вот Матвея первая глава второй третий стих. Авраам родил Исаака Исаак родил Якова Яков родил Иуду и братьев его Иуда родил Фареса и Зару от Фамари Фарес родил Исрома Исром родил Арама Аминь. Все откровения получили, да? Тут написано Иуда родил Фареса. Вы уже знаете Юда это хвала, Хвала рождает Фареса, то есть прорыва. Фарес означает прорыв, Иуда означает хвала. Значит где там хвала там есть прорыв. Поэтому это не наша задача родить Фареса, то есть прорыва. Это задача Иуды. Это задача хвалы. Поэтому иногда мы путаем это место. Вместо того, что родит Иуда, мы стараемся родить Фареса, который не мы рожаем это Фарес. Не надо создавать видимость, беременность искусственную. Кто отвечает это? Фарес. Не лгик, пожалуйста. Там нету Фареса. Если скажешь Иуда, тогда можно поверить. За ваш Фарес. Поэтому написано принесите жертвы уст ваших, да? Жертвы хвалы. Приносите жертву хвалы. евреям 13 главы. Нигде написано приносите Фареса. Но написано приносите Иуды. То есть хвалы. Наша задача приносить Иуды. Задача Иуды приносить Фареса, который мы нуждаемся. Вот так Фарес придет с криком. Иуда родил не только Фареса, родил Зару от Фомари. Зара означает восхождение или золото. На арабском золото. А на другом толкование написано, что восхождение. Кто-то очень устал жить в темноте. Переживает вот эту темную часть. Ждет утро, и утро не наступает. Черные тучи облака. Кто-то переживал такой случай. Кто-то думает, когда же вечер будет, когда вечер, когда же будет утро, когда же будет вечер. И твоя одеяло, которое покрываешь, когда подтянул, ноги вид. А хочешь ногу закрыть, а тут открыто, сквозняк. Потом кто-то устал такой жизни. А сегодня приходит восхождение, доброе утро. Доброе утро. Но кто-то говорит, нет, не доброе утро. Добрый день надо говорить. Были некоторые постарания, поехали в Африку, и они утром говорили, доброе утро. И в обед тоже говорит, доброе утро. А потом наши поправили поправили, ты неправильно говоришь. Утром надо доброе утро, обед надо добрый день. Они посмеялись. И когда вечер, они приходят, доброе утро, вечером тоже доброе утро. Надо добрый вечер говорили, правильно. Но они говорили, доброе утро. И утром доброе утро, обед доброе утро, днем, и вечером доброе утро. И тогда наши братья хотели его поправить. Ты неправильно говоришь. И он говорит, а может вы вообще не пробовали так говорить? Почему доброе утро не говорю? Оказывается, они африканские верующие говорят. Мы получили такое откровение, когда мы пойдем на там нет ночи. Там всегда утро. Поэтому у нас утром и доброе утро, обед тоже доброе утро, вечером тоже доброе утро. То есть это значит мы переживаем небо и утром, и обед, и вечером. А вы живете еще по плоти. И очень интересно будет, если кому-то сегодня скажете вечером доброе утро, они обязательно поправят. у Духа Святого свою закону, небесные понятия, небесные законы, небесные термины. И вот Иуда родил Фореса Иезару от Фомари Иуда. Наша задача родить Иуды, то есть хвалы, а хвала приносит нам прорыва и обеспечения. Золото приходит. И хорошо, что там есть Фомари мама Фореса Иезару. И давайте мы посмотрим кто родил в самом деле Иудой. Кто родил. Бытие 29 глава книга Бытие 29 глава с 31 по 35 Бытие 29 31 35 Мы помним да у Якова была любимая Рахил и нелюбимая Лия Господь Бог узрел что Лия была нелюбима и отверсти утробе ее Арахил была неплодна Лия зачала и родила Якова сына и нарекла ему имя Рувим скажите пожалуйста Рувим что это значит потому что сказала она Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына ибо теперь будет любить меня муж мой Рувим значит Бог увидел увидел и потом и зачала Илья опять и родила Якова второго сына и сказала Господь услышал что я нелюбима и дал мне и сего и нарекла ему имя Симеон Симеон первый сын Рувим второй сын Симеон Рувим Господь увидел меня Симеон Господь услышал меня и потом она родила еще третьего сына и начала еще и родила сына и сказала теперь то прилепится ко мне муж мой ибо я родила ему трех сынов отчего наречено ему имя Левий то есть муж ко мне прилепится это значит любовь Бог любит меня и еще начала еще начала и родила сына и сказала теперь то я восхвалю Господа поэтому нарекла ему имя Иуда и перестала рождать все конец мы переживаем каждый из нас переживает свою пустыню но что делать пустыня надо рожать пустыня надо рожать как Илья что это значит именно пустыня пустыня мы познаем Бога лучше Илья познала Бога пустыня Бога видящего вот первое откровение она получила Илья познала Бога пустыня своей проблемой Бога слышащего Илья Илья опознала Бога пустыня любящего значит она получила откровение что Бог видящий слышащий любящий И когда мы знаем что Бог любит меня что нет когда мы знаем что Бог видит меня видит мое бедствие видит мою проблему мою ситуацию и когда я знаю что Бог слышит меня и когда я знаю что Бог любит меня тогда есть причина восхвалять его много говорят как восхвалять Бога почему не восхваляет Бога почему не поклоняется потому что еще нет откровения что Бог видит его потому что они еще не получили откровения или познания что Бог слышит его молитву или некоторые не полностью не переживает, не верит, что Бог любит его. Поэтому нет причины хвалить. Есть причина жаловаться, ноет, да? Не ноет, да? Слово такое. Есть причина искать крайного, кто виноват в этом ситуации, в этом моем случае. А человек, который познал, что Бог видит меня, человек, который познал, что Бог слышит меня, человек, который познал Бога, любящего, тот не может, не хвалит. Я буду славить Господа Христа. Я буду славить все Его дела. Я буду петь Ему Халилуя. 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 И когда она родила Юдой, там написано, она перестала рожать. Мы должны пахать, мы должны работать до тех пор, пока не родим Юду. И раз Юда пришел в нашу жизнь, то есть хвала, и нет нужды дальше рожать. Все. Миссия закончена, миссия завершена. Вы были беременны в течение восьми лет. Еще через год вы будете рожать. Обычно девять месяцев, да, мама несет ребенка, да, в животе. Иногда бывают семимесячные недоношенные, да, но вы полноценно будете рожать. Следующий год присутствует цифра девять. Девятый год, девятнадцатый. Сегодня восемнадцатый год. Вот в девятнадцатом году у вас родится нечто такое, которое мечтали. Мечта, которую Бог положил в вашем сердце, да, это будет родиться. Вы достаточно носили, вы все беременны. Беременный человек, женщина все видит, что она беременна. Потому что вот это показывает, живот есть, да, и ходьба меняется, да, вот так вот ходит, да. А раньше вот ходьба, да, вон это. Поэтому что-то меняется. Евреям 13-16 написано, и так будем через него непрестанно приносить Бога жертвы хвалы уст, то есть плод уст проставляющих имя его. Псалом 49-14 Псалом 49-14 Принеси в жертву Бога хвалы и воздай Всевышнему обеты Твои призови в меня день скорби я избавлю тебя и ты прославишь меня Псалом 50-19 Жертву Богу дух сокрушенный сердце сокрушенного и смиренного ты не презрешь позже осья 10-11 осья 10-11 ефрем обученная телиться привычная к молодьбе я сам возложу ермо на тучную шею его на ефреме будет верхом верхом ездить ездить а вот теперь юда задача юда в чем заключается юда будет пахать яков будет барани что значит юда будет пахать вот когда землю хотим обрабатывать да есть же как называется лук 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 да и вот острый такой лук перегольный такой да и когда вот так один раз проведешь на землю да вот земля была твердая же и вдруг после этого земля открывается червы меры всякие там и птицы прилетает и хапает забирает потом земля очищает и то же самое происходит драгоценное когда мы восхваляем когда мы восхваляем когда мы позволяем хвале да это хвала смягчает наше сердце вот сердце наше как земля черная каменная такая да но когда мы начинаем восхвалять хвала начинает работать в нашем сердце как это с плугом да и сердце смягчается настолько хвалишь настолько сердце становится мягким и когда сердце вот так открывается и мы начинаем видеть своих тараканов а не чужих у меня нет времени до чужих тараканов это не значит тебе не нужно копаться, анализировать в себе сколько еще тараканов осталось Давид говорит Господь пошли в Твой свет ибо в Твоем свете мы видим свет и настолько Бог освещает наше сердце и настолько мы можем увидеть при Его свете поэтому когда мы восхваляем сердце смягчается и мы сокрушаемся именно во время хвалы и поклонения ты быстро и легко прощаешь людей, просто убираешь тараканов а когда без хвалы мы прячем этих тараканов и ищем у кого еще есть такой таракан помните Исайя 6 главе когда Исайя поклонялся Богу когда он увидел Господа там написано Исайя говорит горе мне погиб я он увидел Господа и он увидел себя те кто увидели Господа в хале в их хвале у них нет дел до других как было бы если Исайя говорит о я увидел Господа вместо того что горе мне говорит если он говорит горе тебе язык горе тебе аммоз горе тебе малахи и начал другим вот так говорить это значит он точно не увидел Господа человек который видит Господа не осуждает другого, чужого он занят собой аминь вот у меня для вас послание сегодня кому-то последний день пустыни последний день твоего сражения новый переход новый этап новый уровень славы новый уровень поклонения восхваления переход от того берега этот берег Лия родил Ла Рубима Симеона Левия Иудой это значит она познала Бога видящего она познала Бога слышащего она познала Бога любящего и есть причина славит Господа теперь мне все равно что ты не заметил меня что ты не поздоровалась со мной теперь мне мало значит что ты меня не услышал и что ты перестал меня любить и игнорируешь меня зато у меня есть тот зато у меня есть тот зато у меня есть тот кто всегда видит меня у меня есть тот кто всегда слышит меня у меня есть тот кто всегда любит меня без всякой условии у меня есть тот Тот, кто всегда видит меня, у меня есть тот, кто всегда слышит меня, у меня есть тот, кто всегда любит меня, любит меня, любит меня, видит меня, слышит меня, любит меня. О, халлилуйя! Есть один признак пробуждения. Как узнать, пробуждение пришло или нет? Или будет или нет? Когда есть новая песня, это признак пробуждения. Поэтому пойте новые песни. У меня есть тот, кто видит меня. У меня есть тот, кто слышит меня. У меня есть тот, кто любит меня всегда. О, халлилуйя! Записали? Гусь-лист, выходи, пожалуйста. Музыканты, выходите, пожалуйста. И был такой случай. Мы в Китае пели новые песни, вроде такого, да? Прямо из проповеды родилась песня, новая песня. И мы начали петь про славу. Ты увидишь, слава Бога, от севера, от запада, от востока, от юга. Я увижу, слава Бога. Вот так мы начали петь так произвольно, спонтанно, да? И так накрыл Дух Святой вот это собрание. И больше не надо было проповедовать. Достаточно было 15 минут, и все. Вообще не идут проповедовать. Люди сами начинают поклоняться, переживают Бога. Зачем меня пытать еще что-то говорить? И что случилось потом? Этот пастор приехал и говорит, помнишь, в прошлый раз, когда вы послужили к нам и пели новые песни? Ах, что-то произошло. Я говорю, что? Я думаю, хорошее что-то. Ну да, но как сказать? Ну не мучай меня, скажи, пожалуйста, что произошло? И говорит, когда в следующий раз придешь к нам, не пой новые песни. Я говорю, почему? Людей начинаем терять. Я говорю, как? И вот такой случай, говорит, произошло. И вот вы кушали, и этот брат, который из левитов, из группы прославления, начал петь новые песни, вот продолжать. Он так пел, восхвалял, восхвалял, пел так, восхвалял, и вдруг дух вышел из тела и не вернулся. Прямо на собрание. Потом отвезли его тело в больницу. А братик, зачем вы мертвого перевезли? А там же не похоронят, а вот сжигают же. Они дали пепель этого человека, прославителя. Пастору, да, вот. И она привезла пепель. И теперь надо же сообщить родственникам. И она сообщает к жене и родителям. Ну, как вам говорят, сообщит, что вот ваш сын, ваш муж во время прославления пел новые песни, ушел к Богу и вот не вернулся. И вот пепель только оставил. А родственникам хорошо, что верующие были. Они говорят, ну, слава Богу, но все равно же мы пойдем туда. Пускай идет туда. Поэтому иногда опасно пить новые песни. Но я думаю, с вами это не произойдет. Но если хочешь пойти в дурь, пожалуйста, иди, но обязательно вернись, пожалуйста, чтобы у пастора не было проблем. Поэтому, драгоценные друзья, я очень благодарен вам, пастор, спасибо, что пригласили за знакомство, за дружбу. Мне очень понравилась вот эта атмосфера славы. Это будет усилено семьи крат больше. И Господь разумножает вас. Расширяет ваше сердце еще больше, еще лучше. И будет пробуждение посреди подростков и молодежи. Очень сильно. Я вижу пять групп прославлений. И вы увидите это один. Когда вот слово веры высвобождается, я понял, надо бы так быстро спать. Когда служил в Шанхае, там около 120 мастерей, такое слава было, как сейчас, атмосфера была очень хорошая, духовная. Я вижу потом из неба прямо ключ падает. Ключ от квартиры. Я в радость это думал это для меня. Говорю, Бог, спасибо. Он говорит, стой, это не для тебя. Передай, говорю, людям. Хорошо. Я говорю, взял это духовное невидимое ключ, да? Я говорю, братья, сестры, не знаю, кому, но Бог хочет тебя благословить с квартирой. Вот ключ, бери, выброси. Одна сестра встала с места, волосы поправила, поймала это ключ. а другие не поняли. Пока другие думали, рот открыли, она уже брала это ключ. После этого мы продолжали поклоняться и увидели, что другой ключ от машины. Я говорю, стой, спасибо, что ты дал мне. Он говорит, не для тебя. Говорю, Передай, говорю, я хочу благословить. А потом я говорю, не знаю, кто, но Бог хочет дать благословить машину сверххозвестным образом. И слово было, в течение 7 дней у тебя будет машина, и говорю, на ключ выброси. я опять же та самая сестра волос поправила и взял это. Вера это интересная штука, да? В следующий год приезжаю в это место, вот эта сестра на пасторе свидетельствует. Вау, знаешь, в прошлом году ты когда высовыводил этот ключ от машины в течение 7 дней, я вообще не понимал, просто я взял ключ, Вера и говорю, но интересно, чудо произошло. Не прошло 7 дней, мне подарили машину. И потом, я так мечтал иметь свою квартиру, жилье, я собрал долгие годы, сумма денег была, половина не хватает, половина суток. Когда ты бросил ключ, я взял этот Вера и не прошло несколько времени, какой-то двор у меня сестра и вдруг приходит к ней домой и говорит, знаешь, сестра, я не знаю, почему, но мне так хочется благословить тебя, на, вот это для тебя. Это сумма, половина денег, которой не хватало. Я купила леда. Она перед этим не было причины хвалит, восхваляй, но она хвалила. Господь, спасибо, что у меня нет желез, все равно благодарю. Спасибо, у меня нет машины, все равно благодарю. Вот как авокум, третья глава. Хотя не свекла смоковница, хотя не было скот или виноград, не дал плоды, я все равно буду славить тебе, да, Господь Бог, сила моя, и она, он этот авокум начал так прославлять, Господь Бог, сила моя, о, Господь Бог, сила моя, и там написано, и Господь говорит, Он сделает твои ноги, как у оленя, и возведет на свои высоты. Именно хвалит, наша нога меняется, наша нога становится как ноги оленя. Если до этого была наша нога как у слона, халилюя. Вам нравится это слово? если ты или я, если тебя оставили, если пренебрели тобой, или ты переживаешь какое-то одиночество, или переживаешь какой-то проблемы, какой-то проблемы, в своей жизни, сегодня хорошая новость, не переживай, потому что есть тот, кто смотрит на тебя, кто видит тебя, есть тот, кто слышит тебя, есть тот, кто любит тебя, поэтому есть причина славит Господа. Аллилуйя. Давайте встанем на ноги и будем восхвалять нашего Господа. Субтитры 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 Субтитры